Пострадавшим оказался житель Пружан. Мужчина сообщил, что около двух часов ночи он не смог войти в свою учетную запись в популярной компьютерной игре World of Tanks. Обеспокоившись этим фактом, он обратился в районный отдел милиции, ведь пропало не только все нажитое в процессе виртуальных боев, но и танк, для прокачки которого мужчина вложил более миллиона двухсот тысяч рублей. Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий связались по данному факту с разработчиками игры, в ходе чего выяснилось, что на украденном танке ведет бои житель Московской области. По нашему закону, статья 349, там зависимость от ответственности, там зависимость от причиненного ущерба и других квалифицирующих признаков, она статья альтернативная, там от штрафа до лишения свободы на определенные сроки. Насчет российского законодательства, там у них есть похожая статья. К сожалению, факты, когда у граждан взламывают электронную почту, узнают оттуда пароли к анкетам в социальных сетях, от электронных кошельков, да и в конце концов просто читают личную переписку, регистрируются все чаще. Сейчас пошла серия, что на предприятиях приходит непригодность их рабочей системы компьютерной. В Пинском районе заявление у них вообще бухгалтерия вся стала. И тоже информация зашифрована, а за расшифровку негодяи просят определенную сумму денег перевести. Попасться на удочку ловким виртуальным мошенникам оказывается проще, чем можно себе представить. Никогда не знаешь, на что хакеров сподвигнет очередная блажь. В любом случае, есть необходимость предостеречься и подумать над созданием пароля особой секретности.